доброе утро ребята всем привет вот и именинничек всем большое 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 спасибо за поздравление их там миллиард в общем всем спасибо каждый год очень приятно получать кучу поздравлений от вас куча приятных теплых слов мне тоже очень приятно что мы сейчас отправляемся завтракать какой план куда идем ой не знаю ты видел время я вот не знаю стоит ли прям завтракать потому что у нас по плану потом обед можем да можем просто кофе попить ваня наконец-то в этом году придумал себе подарок который бы он хотел он выбрал вот именно то что что он посмотрел пощупал я уже все по сути ну да я чтобы рассказывал что я все было я уже знаю четко просто она тогда могу запретить купить все тогда мы сейчас быстро справимся с подарком это же замечательно так ребят мы позавтракали мы уже купили ванне подарок а я тем временем хожу по магазинам выбираю и податки на новый год также нам нужно купить одежду на день рождения так тебе будет мой день рождения мы будем отмечать завтра завтра все приедут вот поэтому сегодня мы так у нас есть обычный день так кушать ходим подарки покупаем в общем обычный наш наш рутинный день на единственно нужно будет не прокукать и сходить пообедать время летит очень до мой придем я вам обязательно покажу участники потому что я я хотел себе смарт-часы потому что у меня не раньше были но я упал с мотоцикла это было давно лет пять наверно назад до меня меньше меньше уже был ванюшка а ну значит года четыре назад три я упал с мотоцикой разбил у меня были самсунговские часы классные не помню как они называются круглые потому что есть квадратные а у меня были такие вот круглые вот и я решил что я хочу себе опять часы отслеживать спортивные свои успехи достижения вот так же мои движения сколько я хожу в общем хочу хотел это все отслеживать и начал погружаться в эту тему с часами smart smart такой целый мир который я погрузился там пропал наверно дня на 3 все это изучал и в итоге становил свое решение на гармине и вот в общем я хотел себе опять же взять samsung новые часы ну как себе взять чтобы мне подарок естественно потом начал смотреть другие модели разные разных марок вот и нашел много отзывов по поводу гармин и они мне очень понравились в том плане что у них батарейка очень долго держится очень много всяких функций для спорта вот я хочу кататься на сномборде и классом будет все отслеживать там и скорость показывает в общем очень много всяких классных штук и вот я все смотрел смотрел вот и вы остановился на вот этой модели ну дома я уже покажу что за модель есть что за часы сейчас пока все настраиваю и разбираюсь но я не знаю я в принципе как не в предвкушении я короче очень рад этому подарку потому что это прям такой знаете очень классный и нужен для меня атрибута потому что я еще люблю кататься на велике там также все это можно учитывать в общем класс не знаю я очень рад ребята мы в магазине расплачиваемся мы выбрали наряд вани на завтрашний ужин и также на новый год вот и брюки рубашку в общем очень классно все такое взяли внимание в отражении расплачивается так что план по максимуму выполнен и сейчас идем на праздничный обед нам пришел наш первый такой красивый салат здесь рукула тунец и маринованные томаты подачу очень куда баночки принесли и все нам вывалили на тарелку пахнет очень так ароматный очень салатик очень красиво в ресторане мы уже давно хотели сюда прийти и вот наконец наконец-то у нас вырос такой случай да такой случай смотрите какая сзади меня красота все светится а с этой стороны ветки березы и тоже светится очень атмосферно и красиво мы еще заказали для двоих этот осьминог ну просто гигантская порция осьминога знаете в ресторанах бывает такая крайность либо какая-нибудь тоненькая вообще такая вот маленькая порция вот как ты сейчас отрезал такая может быть порция реально да а тут просто лаптя такая обалдеть но будем знать что здесь порции такие большие основные блюда представь сейчас нам принес мы мы обожрёмся сейчас с тобой но салат был очень вкусный ничего здесь такого не было да но как-то замаринован был то ли в масле то ли еще в чем-то но в общем очень приятный как осьминог нежный не не жвачка мой класс красота красиво да очень красиво всем приятного аппетита что все слышали папа так соскучились по тебе тоже завтра приедешь ух ты ты динозавр все ваня ванюша наш сыночек с моими родителями поздравляли и пока поздравляли принесли еду боже мой вы гляньте на эту порцию это трындец какой-то это просто просто пол меня ну и ваня и нормальная порция красивая у меня аккуратно то есть нормально но у тебя конечно меня просто что тоже очень сытно но на нарисами не это точно вернулись домой забрали анютку анютку нас тут кушает супчик вкусно да вчера анюту съела целых две тарелочки представляете что там это ты красотуля причем она не любит но если ее туда посадить то там она будет сидеть очень долго да видать и не хочется именно тот факт пойти сидеть мама так не отвлекайся я считаю тут кушаю дань это будем кофе пить да я очень сильно хочу кофе мы так наелись в ресторане что я свое не доел мы практически все мясо съел осталось немножко только риса катюшкину еду мы почти всю забрали но вернее все что оставалось мы все забрали потому что катя мы не желали что настолько большие будет порция поэтому короче но будем иметь ввиду что если в этот ресторан идти большой компании можно заказывать там два-три блюда и на всех хватит очень удобно но вкусно было то есть что вы сказали что все получилось очень вкусно хватит смотрите какая еще порция огромная просто вот это вот все на холодильник потому что это все нужно доесть мы не всегда кстати еду забираем потому что иногда еда не очень вкусная поэтому нет смысла ее забирать потому что забираешь потом в холодильнике лежит в итоге выкидываешь то есть мы сейчас уже научены если вкусно забираем если не вкусно то проще ставить что случилось нельзя сидеть кофе у нас пол 11 ночи катюшка тут сидит упаковывает подарочки вот детские подарочки там еще для взрослых которые приедут нам на праздник тоже тут все катя упаковывает я не мешаю и он тут рядышком орешки жую а еще сегодня такое с вами приключилась в общем это могло произойти только со мной мне кажется короче я сегодня весь день был погружен в свои часы там их настраивал разбирался в них и в общем катя зашла в один из магазинов и я остался на улице на лавочке мы же купили часть подарков и каким-то образом один из пакетов с подарками я оставил на лавочке и опомнился я знаете когда не я как я помню вас где-то где пакет час на прошел около часа я вернулся на эту лавочку но и само собой пакетов уже не было очень обидно было купить подарок и подарить его если так рассмотрит в принципе уже не так обидно но в моменте было конечно обидно да да то есть я у меня было много пакетов я все взял и видать один из пакетов ну не схват не взял забыл так как произошло я не знаю ну в общем да так что один из подарочков ушел кому-то на улице там такой приятный сюрприз человека еще и с чеком можно пойти в магазин вернуть еще деньги получить обратно себе я сходил кстати в магазин думал мало ли может человек вернул вернулся в этот магазин что нашел этот пакет но к сожалению его никто не приносил может быть и так но я сомневаюсь где я когда рассказал об этом вообще в андоре и с вами барселоны тут преступности можно сказать нет вообще тут не воруют тут очень как бы ну в этом плане вообще супер то есть такая страна она на первом месте по безопасности ну нет на втором на втором на чем такое норвегия по моему первое ну да какая-то северная стран вот в плане безопасности здесь супер здесь на улице у тебя никто не укладет никогда сумку кошелек ну по крайней мере это не так масштабный не так и об этом известно как в барселоне в барселоне но это жуть я не знаю может барселона одна из первых городов именно в европе по воровству возможно даже не знаю я эти рейтинге не отслеживал но только у катя две сумки украли у меня четыре велосипеда чтобы понимали уровень барселоны здесь такого конечно не происходит но от того что я просто ее оставил естественно туристов много но кто-то подхватил и взял то есть как бы так это и краджи назвать не ну нельзя человек просто забрал никому не нужный пакетик вот но в любом случае было немножко обидно кстати я вам хотел рассказать по поводу часов сейчас вернусь а вот и мои часики это гармин модель эпикс про 2 2 2 ген 2 2 версия ну первая версия она там 2016 2015 года она квадратная в общем доисторическая наверное нужно показывать а я не смогу так вам показывать у меня рука занята я знаете подумал все таки я наверное хочу ими немножко попользоваться сегодня я немножко настрадался с тем чтобы их настроить синхронизировать там были какие-то моменты которые надо меня были не очевидны потом когда я разобрался я понял что в принципе все понятно но короче убил ну плюс еще мы гуляли я вид у нас пытался настраивать это раньше лучше бы я это сделал уже дома пришел бы спокойно бы это все сделано мне хотелось мне хотелось их включить чтобы уже там все синхронизировал уже считали шаги и там все калории в общем все в этом роде но я думаю через какое-то время я знаю что я очень часто говорю стоит он что-то купил телефон например пиксель что им пользуюсь и потом обязательно что-то расскажу а потом мне кажется это уже не актуально и не рассказываю но с часами это не так потому что они вышли уже давным-давно и актуальности о том что я не расскажу оно без разницы кому будет интересно посмотрим вот но часы я вот уже как бы с ним немножко разобрался мне нравится я по крайней мере моё первое впечатление очень хорошее вот мышца выбор у меня был между самсунгом как я говорил потом я еще думал в хуавей но с хуавей там какие-то свои проблемы и еще есть куча всяких дешевых часов там от амазона еще миллиарды короче но тема варианты я не рассматривал потому что они батарейки держат максимума не я хотел часы такие которые хотя в неделю держит а эти вроде как держит неделю заодно и как раз через время расскажу сколько держит в каком пользовании используем и тому подобное в общем подарочек у меня очень рад